Скоро мы будем праздновать победу в Великой Отечественной войне. И действительно, тогда вся страна работала на победу. И как верно поется в песне, мы за ценой не постоим, да, нам нужна одна победа. Но тогда цель действительно стоила затраченных средств. Однако вот сейчас мне, да и всем жителям нашего края, порой непонятно, почему лозунг «Мы за ценой не постоим» применяется к финансированию строительства гостиниц «Хаят». Как недавно было озвучено на совещании, причем в закрытом совещании, стоимость гостиниц уже достигла 18,5 миллиардов рублей. И для достройки одной из них требуется вложить еще 6,5 миллиардов. Недавно вот ваш полисекретарь заявил, что вы считаете, что гостиницы надо достраивать за счет кредитов. Ну, я читал это. Означает ли это, что скоро администрация городского края опять выделит депутатам с предложением выделить определенную сумму госгарантий, для того, чтобы наш дом в Приморье смогло получить кредиты. Так как, ну, мы понимаем, что других источников получения кредитов, кроме как под госгарантии, у нашего дома в Приморье нет. Есть ли понимание того, что вообще кредиты взяты в нашем дом в Приморье? В конечном итоге приходится гасить Приморскому краю за счет бюджета. Так как иных источников доходов, кроме бюджетных, у нашего дома в Приморье нет. И вот на фоне всего этого, может быть, нам все же прекратить, может, постоять за ценой и остановиться в строительстве, зафиксировать, наконец-то, убытки, которые, скажем, будут только растут, не уменьшаются, и продать, вот вторую гостиницу, первую уже решили продать, и вторую продать, как есть. Ведь мы сейчас вложим 6,5 миллиардов, а ведь гостиница, после того, как мы 6,5 миллиардов вложим дороже, на 6,5 миллиардов не станет. Может быть, зафиксировать убытки или не тратиться? Ну, так как вы этот вопрос задаете пятый год подряд, я пятый год подряд отвечу с точкой зрения, выскажу, значит, смотрите, решение о строительстве этих гостиниц я не принимал, как вы знаете. И повторюсь, если бы в свое время от меня это зависело, я в такое решение не принял. Потому что гостиница должна строить бизнес. Но, тем не менее, решение было принято, и я несу все обязательства своего предшественника, прошу прощения. И нравится мне это, или не нравится, я обязан это делать, как губернатор действующий. Поэтому логика наших действий, она, в общем, достаточно понятна, на мой взгляд. Мы действительно, гостиница на мосиборной, вот, буквально в самое ближайшее время уже оценка произведена, выставляем на продажу, будут специалисты, не мы будем продавать, будут. Российский акционный дом, это структура Сбербанка. Заниматься они умеют это делать, вот, потому что они занимались продажей гостиницы в Сочи, там, которые из Барбанского в Олимпиаде. Значит, что касается второй гостиницы, есть поручение Юрия Петровича Труднева достроить ее и, значит, в каком-то виде сдать в Восточном экономическом форуме. Здесь, понимаете, вот вы спросили, будем ли мы выходить к депутатам с просьбой о гарантии. Да, будем, поэтому по-другому кредит, значит, нашим домом, никто, естественно, не даст. Значит, оправдано ли это? Ну, да, оправдано, потому что гостиница в нынешнем виде стоит одних денег, запущенный как бизнес, и который можно посчитать других денег, только и в силу. По нашим оценкам, мы гостиницу достроено, продадим дороже, и те затраты дополнительные, которые понесем, сможем купить. Вот, собственно, вся история. Там было настолько много, ну, как говорят, косяков, и все надо просто, просто все переделать. Поэтому, вот, к сожалению, такие дополнительные затраты. Но эти косяки... Коллеги, давайте по очереди сейчас задавать вопросы. Сейчас я скажу. Косяки совершили те строители, которые строили ее до моего прихода. Так, пожалуйста, депутат Хмельев. Ну, там, да, еще, извините, да, я просто закончу. Там, действительно, не 6 миллиардов, потому что это 6 миллиардов, это стоимость общей работы, часть из которых уже выполнена. То есть там на достройку требуется значительно меньшая сумма. Вот, конечно. Продолжение следует...